В настоящее время по всей стране идет восстановление разрушенных и строительство новых храмов. Это имеет большое значение для верующих. Долго ждали, когда начнется строительство Дома Божьего и в поселке Битца, сельского поселения Булатниковское. И вот, наконец, радостное событие состоялось. Подробности далее. Светлое и радостное настроение объединяло в этот день жителей поселка Битца. Ведь для них начало строительства храма – настоящий праздник. Посельчане долгое время мечтали, чтобы центром поселка стал храм. Не только хотим иметь храм, а чтобы он был центром жизни поселка. То есть и православные люди, и другие, чтобы активно участвовали в жизни поселка. Чтобы поселок развивался, чтобы сюда приходили дети в храм и радовались. На мероприятии, посвященном закладке камня, собралось много гостей. Верующие пришли сюда, чтобы стать частью такого благого дела. Всегда духом русским – это правило вера и память. Поэтому сейчас вот в этом году уже мы открыли памятник в Битце. Здесь же в Битце будем строить храм. Присутствие веры всегда объединяло людей. Всегда помогало переносить трудности. Всегда помогало преодолевать какие-то разногласия. Воспитывало любовь к отчизне. И, естественно, строительство храма, наличие храма в шаговой доступности для любого человека является основополагающей, достойной человеческой составляющей жизни. Чтобы строительство храма началось, было немало сделано. Помогали все, в том числе и благотворители. То, что благодаря Всевышнему я имею, я считаю, нужно поделиться с этим. И не просто поделиться, а выполнить свой долг. Благодаря Всевышнему я тот, кто я есть. По просьбе жителей будущий храм нарекли женским именем. Свято – великомученицы Марины, а по-другому – Маргариты. В западной традиции это святая древних времен, рубежа 3-4 веков. Это была совсем юная девушка по своему происхождению из семьи одного из даже служителей, одного из языческих храмов, которая стала верующего Христа. За что ее по законам тогдашнего времени она была не просто подвергнута смеянию, а ее физическим насилием пытались принудить к тому, чтобы она отреклась от Христа. Согласно церковным правилам, священники прочитали особую молитву, которая именуется как «Чин основания храма». А затем участники мероприятия совершили церемонию закладки камня. Сегодня мы показываем, что мы еще строим и храмы для людей, и это действительно такой безвозмездный дар. Он не коммерческое, это жилье, и это ни с чем сравнить нельзя. Сюда люди приходят отдохнуть душой, телом, поделиться мыслями с Богом, я не знаю, подумать о чем-то своем. Через некоторое время здесь будет воздвигнуто место молитвы, в котором люди смогут приносить Богу покаяние, слезы и радость.